Друзья, мы с вами в Олимпийске. Здесь сегодня проходит самый крупнейший бизнес-форум в мире, Синвич Глобал Форум. Пока человек готовится, их зал собирается. Здесь будет полный зал, 20 тысяч предпринимателей. И это в одном месте. Самые интересные спикеры, интересные гости вы увидите сегодня в этом выпуске на канале «Бизнес-класс», «Бизнес-форум», «Синерджи», «Полетели». Хочу вначале поздравить вас с теми, что все эти истории закончились. Скажите, чем вы планируете сейчас и в дальнейшем заниматься? На данный момент времени мы принимаем участие в выборах президента Российской Федерации. Для того, чтобы донести основные проблемы, которые есть. Бизнес не развивается, а бизнес реально думает о том, как выжить. То есть нужно растопить лед, запустить энергию, чтобы опять начали все двигаться и бежать вперед. Мне есть что рассказать и есть чем поделиться. И мы с 16-го числа меня пригласили выступить на «Тесла». Там тоже будет такой большой бизнес-форум. Вот знаете, здесь 20 тысяч человек, почти большинство из них это молодые предприниматели. Свой первый бизнес во сколько вы открыли? Ну, наверное, я открыл в третьем классе. Я играл в марки. Все, что выигрывал, мы с мамой делили пополам. Второй бизнесом были аквариумы, и рыбки начали размножаться. Я их продавал на рынке, зарабатывая в месяц 100 рублей. Какой год это был? Это 85-й, 6-й. 100 рублей это была за середину зарплаты в стране. Если ты взял для себя направление, взял для себя цель, двигаешься по ней. Раз не получится, два не получится, три не получится, но она все равно потом пробьется. То есть у тебя навыки формируются, формируются взгляды свои именно в этом направлении. Что важно? Важно постоянно заниматься, важно среда, в которой ты находишься. Например, ты идешь, скажем, чиновником, да, если ты чиновником хотя бы год поработал, ты никогда не станешь бизнесменом. Происходит инфицирование мозга, которое разрушает, то есть структура. Если мозг перегреть, да, то не получится восстановить его, потому что белковые связи нарушаются точно так же и вот в этом направлении. Если ты пошел чуть-чуть в сторону чиновников, все, это очень важный совет молодежи, то есть которая сейчас думает, а мы сейчас пойдем, значит, учиться на чиновника, поработаем год, два, три, а потом станем бизнесменом. Не получится, то есть сразу говорю, вы только себе все ухлите. Ну что, как дела, Эйдов? Как, потихоньку? Ну это такое, как и у тебя это хобби. Как тебе это новое увлечение твое? Круто, мне добавляют это. Ну а у тебя рост после чего пошел? После трансформатора. Сейчас я смело открываю комментарии и читаю. Так у меня это обычно делает жена. Я представляю, да. Сейчас я могу прочитать и именно там получить ту энергию, которой не хватает. Но в моем случае мне достаточно 100 тысяч подписчиков. Ну у тебя для бизнеса это помогает? Я не могу коротко об этом сказать. Канал является для меня буфером и в бизнесе, и в саморазвитии, и в каком-то... В фубличной деятельности, да, тебя узнают. Посредством видеоконтента люди понимают, что это человек. Для меня это важно очень. Картинка, внешний вид классифицируется как-то по-своему. Знаешь, каждый в меру своей испорченности тебя оценивает. А когда у тебя внутри есть какие-то искренние мотивы и какая-то настоящая философия ценности... Очень хотелось бы, чтобы аудитория это считывала. Для меня это ценно. На балл такой, что вот приходит клиент к тебе там, да, заключая сделку, говорит... О, а я смотрю твои каналы. И это повышает сразу лояльность, доверие. Почему я сегодня здесь? Почему очень важно в такие мероприятия ходить? Одна из моих целей – открыть свой новый бизнес, который получил бы миллион рублей. И мне кажется, именно здесь я могу определиться с направлением, что это должен быть за бизнес. И познакомиться здесь с общими предпринимателями, получить из них советы. И где более, как здесь, мне кажется, за столько короткое время такой опыт получить невозможно. Самое крупное ваше детище и ваше достижение, которым вы, можно сказать, что гордитесь. Мне удалось, да, запустить Москва-Сити, да, как проект, в котором объединяется энергия. Сейчас сложно уже представить Россию без Москва-Сити. Бытие определяет сознание или сознание, бытие мы не знаем. Но это важно, в каких условиях у вас находятся сотрудники. Если у них глаза горят, да, то это 50% успеха. Вот я смотрю на вас, у вас глаза горят. Чем вы подзаряжаетесь? Откуда у вас столько энергии? Ну, во-первых, есть упражнения разные, да? Спорт. Есть спорт, который забирает энергию, да, и есть спорт, который дает энергию. В частности, цигун. Плавание в бассейне стабилизирует, оно не дает энергию. Сейчас попробую объяснить. Смотрите, если вы, вот все в вашей жизни правильно и гладко, да, то у вас не включаются специальные рецепторы, которые позволяют, так сказать, проявить весь свой потенциал. А если у вас на пути, наоборот, большое количество сложностей и трудностей, то ты вот как раз, так сказать, вот учишься работать с ними. Потом, ну, безусловно, команда важна. Постоянное самообразование, да, считается, что получение квазикачественного образования сравнимо по удовольствию с этим ученым доказали. Очень многие студенты, например, они думают, о, все, мы 5 лет отучились, а после этого учебники надо выкинуть, да, и больше учиться не будем. То есть ты, собственно говоря, только научился учиться в институте. Если бы вы могли дать совет самому себе 20-летней давности, что бы вы посоветовали? Хороший вопрос. Это первый вопрос, который поставил мне я в тупик. Я буду думать над ним. Канал «Бизнес-класс», запомните этот день на 20 ноября. Я знаю одного конкурента своего, он не совсем как бы расположен в мой адрес, я вполне спокоен, видимо, в его сторону. У него тоже канал о недвижимости около года полутора. То есть дольше, чем ты. Дольше, да. Это немножко другой контент. Я беру чуть шире, видишь. Не, ну у тебя интересный контент, у тебя есть экшен. Там нету как бы основного пласта, это лайфа. Потому что в моей жизни он отсутствует. Все, потому что я пока только пашу, да, и вот сейчас выхожу из стадии много работать, больше отдыхать. Вот в этот момент, наверное, насыщение в контенте произойдет, потому что это будут уже путешествия, это будут другие рынки. Кто-то говорит, Стас, давай немножко побольше динамики, давай юмора побольше. Я говорю, я не клоун, вот я сейчас такой. То есть ты какой есть, такой ты показываешь? Да, вот узнайте меня таким, какой я есть. То есть не ты для канала, а канал для тебя показывает, какой ты есть на самом деле. У меня нет задачи делать контент для всех. То есть на меня, меня подросток не смотрит, ему это неинтересно. Я вижу, кто на меня подписывается, на меня подписывается моя целевая аудитория. Парень мне написал, говорит, я вот такой-то молодец, я занимаюсь продвижением. Он за 10 минут мне привлекает 300 подписчиков. Вот прошло 3 дня, на сегодняшний момент отписалось уже 80 человек. Пыль какую-то швырнул в меня, и я понимаю, что... Скорее, что даже это не живые, может быть, люди половина будут. Друзья, подписывайтесь на канал Стас Недвижка. Как круто, я тебя поймал, да? Давай, пожелаем друг другу продвижения. Какой бы вы могли дать совет со стороны опытного человека, который ничего только не построил в нашей стране? Значит, опыт это такая вещь, сегодня он опыт, а завтра он уже устарел. Каждый новый день учиться, каждый новый день узнавать что-то новое, общаться, не бояться. Следи за собой, будь осторожен, следи за своим именем, за своим брендом. Это очень важная вещь. Хотя говорят, знаешь, там, так сказать, мир делают там интересные. Но все равно удача улыбается подготовленной. То есть все равно база должна быть какая-то, а потом ты уже можешь прыгать. Вы кандидат в президенты, а у меня канал посвящен тому, что я поставил 10 целей себе на год. Одна из целей – встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным. И вот такой вопрос. Когда вы встретитесь... Может, тебе не надо уже с Владимиром Владимировичем? Может, ты уже решил, что ты сказал с президентом? Да, возможно, возможно. Узнаем через достаточно быстрое время, скоро. Но все-таки, вот вы когда встретитесь с Владимиром Владимировичем, что вы ему скажете? Это секрет. Ты прямо хочешь, чтобы я сейчас тебе рассказал. Зрители хотят. И последний вопрос. Ну, давай. Четвертый раз, последний раз говорить. Только ловко такая. Что для вас счастье? Счастье – это когда нет несчастья. Были ли у меня несчастья? Конечно, были, безусловно. Но вот в данный момент времени я счастлив. А это значит, что суммарно я счастлив. Желаю, чтобы этот момент длился постоянно для вас. Спасибо. Какой у вас рост сегодня? Метр девяносто четыре с половиной. У меня девять пять. Очень важно входить на бизнес-форумы, окружать себя успешными людьми, окружать себя предпринимателем, начинать думать, как они. И рано или поздно я уверен, что все получится, и заработать бизнес, и что-нибудь еще сказать надо, но слов уже нет. У меня получится мыслить, как они, и получится создавать такие успешные бизнесы, как создают они. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok